Впервые город Иваново присоединился к всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». В субботу, 6 сентября, студенты и школьники приняли участие в уборке зеленых территорий. В парке Степаново порядок наводили студенты биолого-химического факультета ИФГУ. Один из основных наших профилей – экология, то есть это охрана окружающей среды в том числе. Занимаемся уборкой парковых территорий, городских территорий, каких-то особо охраняемых природных территорий. Собираем только пластик, стекло, металл, керамику, поскольку органические материалы, типа бумаги, древесины, они разлагаются прекрасно и так в природе, и поэтому лишний раз везти их на свалку, ну просто нецелесообразно. Зеленые территории действительно становятся чище. Это подтверждают и руководство парков, и посетители, которые приходят сюда отдыхать. За последние буквально 2-3 года картина кардинально изменилась. Все стало намного чище. Благоустроительные работы ведутся практически безостановочно на протяжении всего сезона, что и привело к такой позитивной обстановке. Люди стали меньше мусорить и более внимательны к себе в этом вопросе. К эко-фестивалю «Зеленой России» готовились и маленькие ивановцы. В детских садах и школах прошел конкурс рисунков на тему бережного отношения к природе. Кроме этого, ребята мастерили поделки из мусора. Прививать любовь к окружающему миру нужно с малых лет. Приятно, что старшие сегодня у нас приняли участие и убрали большие территории, особенно около рек, около реки нашей уводи, наши студенты. И приятно то, что в парке Степанов, в других парках прошла специальная программа «Экотропа», в которой студенты старших курсов наших вузов рассказали детишкам о наших парках, об их истории, для чего парки существуют, как они функционируют. Поэтому все это показывает то, что, безусловно, такие интересные начинания общественных организаций мы будем поддерживать. Во время эко-фестиваля в Ивановских парках появилась новая валюта – эко-рубли. Эту денежную единицу придумали для того, чтобы пощрить самых активных участников экологической акции. В день фестиваля на эко-деньги можно было покататься на тракционах. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.